ПЕСНЯ 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 Иудеи были горды, посему Иоанн побуждает их в покаяние. Царствие Небесное называет первое и второе пришествия Христа и добродетельную жизнь. Ибо если мы, живя на земле, ведем себя по Небесному, живем без страстей, то имеем Царствие Небесное. Видите, пророк. Первый призыв – покайтесь. Где покаяться? В каком месте? В чем? Никакого пояснения нет. Это означает в любом месте, во всех делах. Люди, которые не касаются спасения души, они говорят, ну вот как-то у нас дед, бабка были, в карты играли. Ваша вера какая-то жестокая, злая. То нельзя, другое нельзя. Приходилось кому-то слышать такое? Вот. И пророческий глаз – это не глаз патриархов, не глаз епископов, а пророков. Вот к нам приезжает, в старое время было еще, тогда был архиепископ Гедеон Гокукин. И как обычно он выходит, ну речь такая, сам представительный, наверное, самый импозантный, красивый, как, ну, на мужчин не говорят красивый, а симпатичный. Такой он из себя, и как он говорит, и какая у него улыбка. Мир вам, братья и сестры, богоспасаемое, боголюбезное Алтайское паство. Понимаете, люди, вот это да. И он заходит, а там платочки, платки, что только есть, под ноги бросает. Если он наступил, да еще отпечаток остался от пыльной ноги его, это семейная реликвия на все столетия вперед будет. Такую веру нам Бог оставил. Где этот пророческий глаз? Покайтесь с верой тем Евангелем. Люди пришли послушать, змеи ползущие пришли сюда. Да кто, какой сегодня епископ-священник может сказать своей паству, это моя паство, так и не задевайте ее. Чего они нападают на мои книги? Потому что там пророческий глаз, потому что взято это все из пророков. Это не мой глаз. Но сегодня, считаю в церкви Анна Заталуса, 58 глава, пророк Исаия о посте. Какой пост? Что нужно делать? Придите и тогда рассудим. Тогда вы поститесь для вожделения, для прихоти вашей. Как Яков говорит, просите и не получаете. На молитву нет ответа. В просьбе отказать. Все время от Бога одна депеша приходит. В просьбе отказать. Почему? Просите для своих вожделений. Ты не знаешь, о чем просить. Это в Новом Завете Яков, брат Господень, пишет. Слушайте внимательно. К нам сошел пророк. Издвать его Иван Захарович. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз попиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу прямыми сделать истезиемым. Исаия 41 глава 30 стих. Толкованно. Путем называют Евангелие, остезями и законные учреждения. Посему, как бы так говорить, будьте готовы к евангельской жизни и законные заповеди творите право, то есть духовно, ибо прав Дух. В Новосибирске есть студия документальных фильмов. Их таких только три было в Советском Союзе. Санкт-Петербурге, Свердловске и Новосибирске. И режиссер Малашин Юрий Николаевич был потеряем и снимал фильм. И назвал его «Глаз попиющего в пустыне» или «Второе крещение Руси». Название фильма какое. Что он имел в виду? Заголовки ему никто не давал. Он сам это все написал заранее режиссеру. Значит, он расслышал этот глаз. Да если бы сегодня-то 11 тысяч священников возобили, с обличительным словом восстали, что бы было-то? А то нельзя. Архиерей запретит, уберет. Власти плохо будут относиться. Они будут спонсировать, не будут деньги давать на строительство храма. Это все говорит мирское, обмерщенное, рапинированное от всего божественного ум. Божественный глаз. Вот, для ему что, не хотелось жить нормальной жизнью? Зачем ему было жить с натуральными змеями, чтобы духовные приползли к нему в пустыню? Да и вопрос, зачем ему в пустыне-то было проповедовать, когда есть храм Христа Спасителя? Почему он не пропадал на Красной площади? Ты вопрос за вопросом встал. Ответ один. Радио не было, с телевизи не работало. Пресса, патриаршая, не работала. Дугина еще там не было. И поэтому нужно было народу отойти от суеты в определенное место. Пустыня это не пески. Там Иордан тек, он ее крестил. Но это место не охвачено мирской суетой. Никаких там фильмов не было, никаких магазинов, Мария Ира, ничего этого не было. Там свобода была, свобода духа. И вот туда люди приходили, как они устно передавали друг другу. А ты слышал, как он принимает людей? Ой, какой он грозный пророк. И поймут, что рожденных женами таких больше не было. Даже Иеремия, даже Исаия с ним не сравнялись. Да хотя тоже умерли. Умерли, но глаз был их помягче. Он был самый великий, самый приближенный ко Христу. Прямо те говорили за 700 лет, а этот прямо касался его головы. Далее. Иоанн располагал к покаянию и словом, и самим видом своим, ибо носил одежду плачевную. Говорят, что верблюд есть животное среднее между чистым и нечистым. Он чист, потому что отрыгает жвачку, и не чист, потому что имеет неразвоенные копыта. Так как Иоанн приводил к Богу и мнимо чистый народ иудейский, и нечистый языческий, и был срединным между ветхими и новыми заветами, то он и носил одежду из верблюжих волос. Видите, как подчеркивает, и одежда, и все говорит о том, что слова его не расходятся с делом. Я на днях посмотрел в интернете, какие новые отзывы, даже высказать нельзя, сколько хулили. Просто богохульные слова, кто это студентцы-семинаристы по направлению священному. И когда нападали сильно-то, а в это время Сергей Козлов позвонил, я ему стал говорить, он составил, и опять промахнулись. Я говорю, это делают семинаристы Кемеровской епархии, зажаренную рыбу в Великий пост. Я их знаю. Им дали указания, они делают, и скошены лупаются. Это хулиганье в будущее попы. А вы посмотрите, как он одет. Я иду с кипископом Сергием, по улице, фотографии, и вот я иду. Так я одет был получше маленько. Вы посмотрите, как одет. Это не уважение к кипископу, а батюшка, какое-то старое пальтишко прошлого века надето на нем. То есть все видят, все знают. За это могут только прославлять верующие. Если бы я скопил деньги, да никому не дал, тогда вопрос другой. Ну, ясно дело, что это беда какая-то. Но этого никто не говорит нигде. Никто не подтверждает. Кого-то я грабил, где-то я сделал плохо, продал подороже. Тоже нигде нету. Но сам вид. Эти люди хулят-то не меня. Про меня чего говорить-то? А те, которые одеваются, такую одежду, все имеют. Это хулата твоя падает на всех пророков. В козьях, в кожах и милоках ходили. Они. И проставляет пророк Илья. Как был одет? И спросили, как он одет, когда Ахаб. И когда сказали, как одет, он говорит, что это Илья был. Его долго искали. По одежде узнали. Плохая одежда может поносимо быть везде, кроме православной. Все православие основано на житиях святых. На нищете. На скудости. И прославляется кого? Алексея Божий, человек, а других. Самых-самых нищих, заброшенных. А сегодня это все под кулуев. Вот приехал ко мне на дом здесь архимандрит. Филарет Бехников. Секретарь Алтайско-Барнаульской епархии. Московский патриархат. Приглашают меня как бы на встречу. Уже решил о том, что я буду вести уроки в семинарии. Я говорю, вот что, Филарет, я вот в таком виде приду. Вас это не смущает? Хотя я не думал так прийти. Но думаю, возьму по высшей шкале. По-домашнему. Да нет, нет, нет. Это какая нам разница? Еще раз говорю, вот посмотрите. Что за чучело огородное? Представь, я стал перед студентами, перед семинаристами. Я говорю, будет три человека. Один будет мне переводить, если я не слышу. Второй снимать. Вы не против? Нет, 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 нет. То есть, почему отец на ум написал, патриарх? Кирилл об этом говорит. У вас такой человек, который мог бы, я сразу сказал, пять предметов могу брать. А география это жития святых. Противосектантское. Толкование священного писания. Жизнь по Христе. То есть, я бы взял самые трудные предметы. Но он уехал, наградил его, подарил. И ни звука, ни откуда, ни откуда нет. Последний шедей. То есть, вовремя одумались. Скажут, от такой еще мы беды души вовремя дойти. Я понимаю, как они беседовали, говорили. Ну а испытать, если бы разумное было, что давайте вот этим уроком проведем. Не так бы на полсловия прервал и посадил. Он же не будет кириться. Нет. Да нет. Это означает, сердце не тронутое духом святым. Они не привыкли к обречительному глазу. Они совершенно не попадают в тех, которые пришли к Иоанну Крестителю. Которые спрашивали, что нам делать. А он их как... Ну мы пришли к тебе креститься. Ну ты, Иван Захарович, ну покрести с полным погружением-то. Не макушку мочи. И он их охрестил. Тебе имя как? Ну как мне имя-то? Ахав. Змея ползущая. Так. А ты кто? Требуха волючая. А ты кто? Я такая-то. Зинаида. Василиса. И он всем нам дает имена. Имена такие, что содрогнешься. Псы смердящие. И это нам Евангелие, Библия сохранила эти названия. Волки лютые. Вот вам название. Дальше. Все святые в Писании представляются опоясанными, как непрестанно пребывающие в кольге. Ибо нерадивые и преданные чувственности, как, например, сарацины, не опоясываются. Они представляются опоясанными кожаным поясом, как умерзвившие в себе страсти плоского вожделения. Потому что кожа есть часть мертвого животного. Некоторые думают, что акриды – суть верхушки травы, которая иначе называется мелагра. А иные, разумеет, под сим дикие яблоки. По диким медам, разумеется, мед диких пчел, полагаемые ими в деревах и между камнями. Говорит, дикий мед, дикий мед. Какой мед дикий? Дикий мед не бывает. Пчелы дикие бывают. Оказывается, от пчелы мед назван диким. Вот задумаешься, когда в это все. А теперь пояс. А какое он значение имеет, сейчас говорят? Какое значение? А зачем уже 109 раз в Библии упоминался пояс? Зачем? А распоясывающийся только один раз. И при том, в самом негодном смысле, когда пришел рабсак, а он говорит, погоди, еще только подпоясываешься, а уже как распоясывающийся. То есть подпоясывались, вместо себя на поясе, подпоясывался, значит, ну как милиционер надевает, у него кобура надета на нем. А распоясывается, то есть пришел с фронта, ты еще не сражался, а уже ведешь себя, как будто победу одержал. Ты еще смыслу слова добейся. А иные, иные, иные. Иные это старобрядцы, это они так понимают. А ты открой, посмотри, во всех словарях. Акриды, что такое акриды? Вид царлочековых. Другого вообще ничего нет. А почему они не хотят понимать? А потому что не едят. Свинью едят, а это нет. Понимаете, у нас свиная психология. Вот это можно, хотя не по слову Божию. Я не говорю, что нельзя. Ну нельзя. Всякое творение Божие хорошо, ничто не предусвидительно. И когда старовича вот это летит, то фонари-то загораются, и они бьются и падают. Там все старухи из дома выходят. И все собирают ее, сушат и толкут из нее, там какие делают, там котлеты, пельмени, что. Там белки сплошные, а там мясо. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Толкование. Хотя и крестились, но Иоанново крещение не имело силы отпускать грехи. Иоанн проповедовал только покаяние и приготовлял к основанию грехов. То есть ввел к крещению Христову, которым даруются от крещения грехов. Будут спрашивать, что нам делать? Вот вообразите, что сейчас нашелся бы человек, который прямо говорил бы по Библии. Вы думаете, патриарх его спасил бы, а что же мне теперь делать? Ну вы слышали видение, какое было патриарху Алексею Второму? Видение. Ему было плохо, там инфаркт, вы говорите, такое состояние. А теперь говорят, что ему явился Феодосий Печерский. Его считают основателем русского монашества. И он говорит, горе вам, вы благословляете правителей, которые суют кривители. И вы потворствуете им. И он ему все перечисляет. Тебе царство Божие не видать. Это здесь все втолкование, добавим в комментариях. И он только, когда пришел в себя, вокруг-то там эти служки свои, все у него не может быть. То есть у него веры в это, говорит, не было. А другие говорят, а может этого не было. Я разбираю такой момент. Ну не было. Ну не было, оно должно было быть, если его не было. Оно должно было быть, потому что забрели дальше некуда. Это игра идет. Кто знает житие Святой Варвары? Святой Варвары, ремлянки, девушки, необыкновенной красоты. Княжество боярского неурода она была. Как она уверовала, там отец ее хранил в столпе, она ни с кем не встречалась. И она рассуждала, луна, звезды, кто их сотворил, этих башков своих деревянных-то выбросила. А отец уехал и наказал построить баню, два окна. А она сошла и говорит, не два, лучше три. А почему светлее будет? Во имя Святой Троицы. Отец-то вернулся и говорит, а почему не по плану строите? Так ваша дочка сошла и сказала, я повелеваю. Ну и дальше началось. Она обратилась. Она претерпела ужасные мучения. Отец ее мучил. Отец, я скоро. Ну вот пришло время. В России появился министр вооруженных сил Грачев. И они сидят с патриархом и судят. Я представляю, как они. Что делать? Против наших ракет, которые взлетают, у американцев 9-ти кратная защита. Если на 30 метрах не шивут, то на 31-м шивут километры ракеты, чтобы они до Америки не долетели. Если в космос поднимется, еще три преграды, которые высчитывают, и скорость в 9 раз больше скорости звука. Вообще вообразить даже нельзя. Да как сделать? Ну надо к Богу обращаться. А как? Надо, чтобы было охранить. Вот мы же молимся. Пантелеймон, целитель. Он исцеляет нас. Ну а ракеты наши как сохранить? А вы знаете, у нас есть такая одна мученица. Когда она убегала от отца, то скалы раздвинулись и закрылись за ней. Так это прям ракетная установка. Давайте эту ремлянку поставим хранительницей наших космических сил. И это ее провели по штату, я не знаю, сколько ей назначили там. И теперь ремлянка, которая понятия не имела о языческом народе, которые были полузвери. Как патриарх Кирилл сказал. Даже людьми-то назвать нельзя было. Какого сорта они. И она теперь охраняет от американских ракет, наши ракеты, которые называются Сатана. Она боролась с Сатаной, а теперь Сатану охраняет. Большего безумия придумать нельзя. Ее спросили. Нет. А зачем? Игра идет, игра. И Грачев согласился. А тебе еще взамен надо? Ну, храмы старые вывернуть надо. Какие? Ну, в первую очередь те, где военные захватили. А разве такие? Если есть в Барнауле Никольский. Никольский. Собор. И он был полковой. Да вы что? Да. И он приезжает сюда и открывает присутствие его. Открывает теперь этот на Ленинском проспекте. Теперь он стоит. Ведь вот как игра-то идет. Ни храм не нужен. Ни Играчев, ни соколов никто не нужен. Господь все сметет, когда придет время. А кто охраняет? Господь напрасно бодрствует в страж. Никакие ракеты не помогут. Никак. И потом внезапно. Самое незначительное. Почему Приват-Орлова потерпел поражение Наполеона? А виноват пастушонок один. Разведка выехала и говорит. А вот дальше там поле. Он говорит, да там поле ровное. Поле ровное. А они вернулись, но сами не проехали. А там был ров. Огромный ров. Допустим 30 метров шириной. Наполеон говорит, вот с этой стороны ему надо ударить конница. И поставили конница, несется трава. Конница не видит. Падает один конец, второй, третий едет сверху. И полный ров набили лошадей с этими-то. И захлебнулась атака. Пастушонок дал неточные сведения. Эти не проверили. И битва была проиграна. С Наполеоном было покончено. Маленький пастушок. Не сказал Орве. А здесь самое малое не сказали. Без Бога ров ждет. Без доверия к Богу. Жизнь во грехе. Смерть. Вы все туда свалитесь. А вот теперь у нас оружие есть такого, которого нет у Америки. Ну и что? Власть для этого разведана, чтобы теперь нам соревноваться где-то. Да доверься Богу. И враг утишится. И может приехать. И за одним столом будет сидеть. Показывает между Украиной и Россией, какой надо возвести теперь большой-большой вал, забор. И показывает стол. И скрывается за горизонтом. И люди на той и другой стороне. Столы сидят русские, украинки. Сидят, обедают, выпивают. Благодаря Богу. Вот ров защиты. Любовь. Это рисунок такой. Снимок сделали прямо до того красивого. Представь, как украинки украшены. Какие русские красавицы. Воины сидят тут. Стос выпивает за дружбу, за любовь. И весь ответ. Вот она стена германская. Седьмой стих. Увидев же я многих парисеев и садукеев, ведущих к нему креститься, сказал им, по рождению Ехидима, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Толкование. Фарисеи значит отделенные, так как они почитались людьми, отличными от других, и превосходящими других по жизни и по знаниям. Садукеи не верили ни в воскресение, ни в бытие ангела и духа. Слово же садукеи означает праведное, ибо седек означает праведность. Они или сами себя называли праведными, или так назывались по ереси начальнику их садоку. И фарисеи и садукеи шли к крещению не с доброй мыслью, как прочие. Потому Иоанн и обличает их. Иоанн строго говорил к ним, зная их строптивость. Впрочем, отчасти похвалил, говоря, кто внушил вам. Он, девица, как случилось, что этот злой род пришел в себя. Называет их исчадьями и хидны. Потому что, как сии при рождении, прогрызают вожесна матери, так и они убивали отцов своих, то есть учителей, пророков. От будущего гнева, то есть от беден. Видите, это толкование задается. И кто эти слова сказал, когда увидел, идут самые праведные, праведные, отделенные. То есть это монашество. Нам надо понять на сегодняшний день. Это монашество, семинаристы, епископы, священники, патриарки идут. Это к ним. Это не простой народ шел. Они отделенные. А кто такие? Ну, фарисеи, если так взять, это православное. Тут уж безукоризненно. Правило на правило, заповедь на заповедь. И божественного вообще еще нет. Как сегодня. Вы думаете, сколько разрешается причин, признаков, по которым разводиться можно? Но при живой жене жениться, это сколько? На православном сайте я нашел 12 пунктов. 12. Какие? Какие? Ну, я сейчас все это не вспомню, но первое, это что сказал Христос, они согласны с этим, слава Богу, про его деяния. Второе, если муж ушел на фронт и пропал без вести, считать его как погибшим, умершим. Погиб не надо брать. Хотя он неизвестный. Неизвестный, то есть он может быть живой. Нам только уже замуж, а муж явился домой, а тут другой. Вот теперь и решай. Потом. Если они, либо муж, либо жена, не могут исполнять супружеский долг. Долг, в чем заключается? Ну, в каких-то рождении. Плоское удовольствие не может один из них предоставить? Ну, это как проверять-то? Кто проверять будет? Ну, кто? Ну, какой-то осциллограф должен измерять его, может или не может. Кривая синусоида показать, начну его. Справка от врача, от уролога, например. Все, не будет у него никогда ничего. Для жены, которая уходит от мужа, она может достать пробку импотента. Ну, конечно, может. Дальше. Дальше. Если жена сошла с ума на протяжении, или муж. Так ее трезвую-то, хорошую, трудно найти. Она, как пришла замуж, считай, полоумная уже. Дальше. Если фанат хулит православную веру, или он там. Так ее не знает, она и хулит не может. Под православием, она не понимает своим ограбождением. Жена. Значит, можешь развестись? О, как верю удерживают. Не убеждением, не верою, а разводом. Еще раз услышу. Разведусь. Это покрепче, чем у сын. У них только большой забор между ними. И он должен жене крикнуть, а сосед. Сосед, ты дома? Да дома, Махмед. Я развожусь женой. Махмед, ты слышал? Да, ты разводишься женой. Я развожусь женой, Махмед. Три раза крикнуть, все, жена не имеет права в дом заходить. Обязана только калитку открыть и выйти, если она не беременная. А если беременная, должна в доме еще жить, родить, до двух лет его воспитать и уйти, оставить сына. И она выносит только то, что у нее на руках ушах. Потом она ожерельем и вся облеплена. Это ее состояние. Весь банк. В банк она не может пойти. Все, продолжай. Да. Если один из супругов заболел венерическим заболеванием. Ну это глуд, это все равно продолжение первое. Так может он ее и заразил. Может. Или жену. Поставил свою печать для развода. Дальше добавляется еще спид. Если один из супругов заразился спидом. Дальше. Если в один из супругов без ведома другого, без согласия сделала ворд. Тоже имеешь право развестись. Так сегодня вся страна развестись может в один день. То это мы разберемся. Если проказа и принуждение к тому, чтобы... А то есть один супруг другого принуждает, чтобы он пошел налево. Что взял? Ну пошел изменять. Принуждение к... К изменению. Говорят, ты иди, зарабатывай деньги. Да, да, да. А то у меня жрать ничего. Нарабатывать. Купить не надо что. А, дальше. Ну только еще. Если фон наркоманит, деньги из дома тащит. Если фон пьет, если фон в карты играет, можешь прям смело в путь только. И где они правила утверждены? На каком синоде или где? В интернете. И ты все это знаешь наизусть? Ну не наизусть, значит, там. Так что я тебя уговариваю, не женись и бесполезно. У тебя все равно отдыха найдется. Конечно. Ну и что сказать? Вот, пожалуйста. Поэтому он и ищет эту дырку, что не хочется. Теперь слушай, ребят, с имя полисеет. А дальше садукеи. Садукеи признавали пятикнижие. И они назывались как? Правильные. Это баптиисты, адвентисты, это все. Я спасен? Спасен? Даже в Библии это 66 книг. Вообще ни правила, ни соборов, ни толкования. Все современное. Живут, говорят, народ корытым. Даже понятия не имеют ни поста, ни христа. Я спасен. Это садукеи. И вот они видят православные идут, видят, идут сектанты. И сегодня бы вышел Иван Захарович, и начал бы их хлестать по вардасам. Змеи. Порождение Ехидина. Порождение, то есть, кто они такие? Ищаги. Вот как мы увидим пророка-то. А сегодня какой священник так будет, говорит? Если я так скажу, говорит, у меня никого не останется. А почему порождение именно Ехиднины? Это что? Зверь. Ехидна, это вот змеи. Ну так, а что? В чем? Ну гадюкой назови. Ну гадюка, ну что? То есть, эти люди, которые жадят друг друга. Которые пожирают друг друга, пожирают у пророков. Вот такие же родились, вот такие же. Вот придется их на улыбку, говорит там про победу. У крокодила, они говорят, а мы вероятно. Яйца несет меня. Представь, крокодил яйца несет. А у змеи жильем рождается у гадюки. Они прогрызают у них живот, лошесная, и выпадают. Он на это сравнивает. К слову сказать, мужик один едет и жует жвачку. А женщина молодая сидит, а бабушка рядом стоит. Он говорит, вместо этого выступите. Почему я должна выступать? Совесть надо иметь. А может, я беременная? Эта девица сидит. А вам мужик-то этот говорит, а крокодилни яйца несут. Они не рождают. Так вот, теперь определи, в какую когорту нас записал бы Иван Захарович. Куда? Фарисеям и садукеям, или которые впереди прошли? А послушать есть что? Восьмой стих. Сотворите же достойный плод покаяния, толкования. Видишь, что говорит, не только должно избегать зла, но и приносить плоды добродетели. Ибо сказано, уклонись от зла и сотвори благо. Псалом 33, 15 стих. И не думайте говорить себе, отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраам. Толкование. Им служило в погибель то, что они полагались на свое благородное происхождение. Под камнями, разумеется, язычники, из коих многие убировали. Но Иоанн говорит просто, что Бог из камней может воздвигнуть чата Авраама. Ибо и ложеста старой под исплотью были камнем. Однако она родила по Божию изволению. Воздвиг же Господь чата Аврааму от камней тогда, как при распятии его многие, увидев распавшиеся камни, уверовали. А еще хотел сказать, где еще добавить. Да вы уже сказали, почему ехидна именно здесь упоминается. Это зверь, который рождается, при этом прогрызает живот. То есть, они отцов своих убивали. Ты говоришь, что ехидна это зверь. Да, ехидна это змея. Он имеет в виду змея. Поражение ехиднина. Змея, да. Ну он называет. Это род змеи. То есть, вставать просто открыть, посмотреть. Каково им было? Пришли по-хорошему. Дорогой рассуждали. Какой пророк восстал? Как говорит, идут, он огрел их, покрестил новым именем. Как они назад-то шли, думали? Чего они теперь рассуждали-то? А это не от Бога человек. Субботу нарушает. Как их называют везде. Отец, отец, отец. Батюшка, я на руке на тебе змеи ползучая. Каково им было это все, слушайте. Ты просто вводи в ту ситуацию-то. Вот как описывает подробно Ян Златоуст. Он говорит, Авраам пошел. Ну пошел. А он говорит, какая была в это время погода, какие люди, как он проходил через них, какая была опасность. За счет чего открывается вся эта картина. Вот Александр Мень подробно в книге «Сырь человеческий». Но из других источников все это добавляет, ничего не меняет. И поэтому натурализм. Далее. Десятый стих. Уже и секира при карме деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Толкование. Секиру называют суд Христов, а деревьями каждого человека. Итак, неверующий посекается с корнем за неверие свое и вергается в гиену. Не сказал, которое не сотворило, но не приносящее. Потому что непрестанно должно приносить плоды добродетели. Если ты вчера оказал милость, а ныне похищаешь, то какие плоды приносишь и как будешь приятен Богу? Видите, какая программа. Человек сделал добро. Меня сделал, помог. Но теперь-то мне надо восполнить, у меня же убыток. А дальше опять угнетение, перепродажа, лихва. А вот этого чтобы не было. Да, действительно. Раньше, когда говорит Давыд и прочее, как они были, люди эти, достаток добывали. Абрам, что у него там было? А пошел дальше, умножал Господь тройня. Как Яков стал богатый? Не так, как Абрамович. Проснулся, ой, я сказочно богатый оказался к утру. Там его братья Ивлеи в Америке решили и отдали. Вот. Ну и что? Это все кончится. Ни один не отказался. Там знали, кого выбирать. Я отвечал на вопрос, вот если бы на меня выпал жеребий этот. Ну там бы они ошиблись и подумали, что на меня бы перевели деньги-то, которые дали бы это, ну не Березовскому, а мне. Лапкина и Игнатию Тихоновичу присчитаются там 5 миллиардов долларов. Вот с ними я бы поправился или нет? Ну 5 миллиардов-то это многовато. Ну а если бы один-то? С одним бы я расхлестался бы. Проложил бы дорогу хорошую. Хорошую школу построил. Дома, верующие, которые просятся, но возможности нету, чтобы были готовые дома. В один год деревню сделать больше корчено. А дальше землю это рекой решить. Когда много людей, а кого решать-то? Три ученика или два года. Ну а дальше дальше. Ну первым делом Игоря Барабашу купить отличный комбайн. Это само собой-то. Учителям 4 раза повысить дарплату. Земля-то не у всех, пока у нас у Барабаша. Программа какая? Естественно, труды восстановил, вот этот, тот. Пока нету. Все как надо. Рабочая работа, я бы сам там не пилил, а мы сейчас вручную еще пилим ходим. И мне бы электрическую медогонку. А эти люди-то, которые были бы у нас, глядя на доброту, живущие здесь, а эти люди бы тоже чему-то научились. Березовский сейчас смотрит и запятывает. А ты, батюшка, помнишь, как у нас мать первую качку скармливала людям? Которая с работы идёт, она выйдет и кричит. Ну она как, ну не всю, ну давала, не всю скармливала, а кормила всех, кто заходил, всех кормила. Всех приглашала. Вот рыба, вот она сидит. Точно так же. Вчера принесла трехлитровую варку и написала список. На шестерой по 0,5 литра. А у самой-то ничего нет. Березовщик, она еще кому-то тащит. И люди, которые здесь бы поселились, они бы глядят на этих людей, и сами бы стали такими. Просто это тули, и мне Господь вот он, раз, и поселил. Ну как, я поэтому первую качку взяла, это уже все раздала. Спаси Христос тебя на сетерном уровне. Богу слава. Давай. 11 стих. Я кричу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Толкование. И Иоанн сказал им, сотворите плод. Теперь показывает, какой плод. То есть плод веры в грядущего за ним. А за ним шел Христос. Он был и по рождению позднее его шестью месяцами, и по явлению. Ибо сперва явился притечь, а потом Христос, о котором он свидетельствовал. Я, говорит, не достоин быть и последним рабом его, или носить обувь его. Под обувью, разумей, двоякое сошествие его. Одно с неба на землю, другое с земли в ад. Ибо сапоги – суть кожа, плоти и умершления. Этих двух схождений не мог понести притеча, ибо не понимал, как они совершились. Он щедро исполнит вас благими дарами Духа, тогда как мое крещение не дает ни благодати Духа, ни отпущения грехов. Но он отпустит вам грехи и щедро даст Духа. Ну, говорят, как можно доказать это? Вначале я думал, что надо больше знать по истории и доказать. Потом пришел к убеждению – не доказать. Доказание – нет. Как доказать, когда я этого не видел, документов никаких не сохранилось, да и вообще, был ли он креститель. Речь идет о вере. Неверующий Богу представляет и он же. Бог – автор Священного Писания. Вот о чем говорит. Он говорит, что я не верю, что Библия от Бога. Книгу закрывай, больше не доказывай. Он не избран. Я это понял, мне как открылось. И беседовать не надо, чтобы я не злился. Рассказались по-хорошему. Ему не дано. Не дано. Дар Божия – это вера. Ты веришь – это дар Бога, дар Бога. Он – а раскрыл твою черепную коробку, вложил тебе веру, образно тебе говорю. И ты встал, и тебе все просветлено. И ты веришь каждому слову, написанному в Святой Библии. А человек не верит. Ты ему покажи исполнение пророчества. А ты что доказываешь? Бумага все терпит. Не признают. Отойди. После первого, второго разумления отвращайся. Ибо они совратились и грешат, будучи самоосужденные. Самоосужденные, Писание говорит. Он сам в смерти его подписал. Имя твое написано на небесах, а у него в аду написано. Ты его не можешь перетащить. Ты можешь свидетельствовать, говорить, но не более того. А он не обращается. Поплачь о нем. И Бог внезапно откроет. Я бы в жизни ни разу был свидетелем этим. Доказать ничего нельзя. Совершенно нельзя. Я просто смотрел на него, а он стоит через решетку от меня и разговаривает. А у него в руках бутылка и во рту папироса. Выпивши и в руках бутылка. Я говорю, и внезапно его Бог осиял. И он как-то как-то взглянул на меня сразу. Так я верю уже. Бутылка размахнулся, как дал по пасынку бетонному. Разбил, папиросы порвал, выбросил. Мгновенно. Вот на глазах произошла перемена, и человек изменился. Маленько, погодя, еще один подходит. Перескочил через ограду. Я говорю, а зачем ты здесь? Это нельзя делать. Назад. Он назад. И дальше говорит, а вы знаете, кто я? Вы помните, в прошлый раз задерживали преступников-то? Я один из них. Я говорю, второй-то товарищ, который был, да его убили, застрелили. Мы убегали. И он сейчас приходит ко мне. Я днем сижу дома. Он говорит, приходит, еще из окна у меня маящит. Пошли на разбой, где мы были. А я говорю, тебя нет, тебя убили. Он говорит, неправда, я живой. Я говорю, с ума схожу. Что мне делать? Ну, что ты ему ответишь? Он стоит перед тобой, нормальный человек. Ну, Никита, что бы ты ответил? Иди наистовый, каяться. А? Ты пошел каяться. Я говорю, первое, что делай, иди сейчас домой и не оглядывайся. Первое. Ну, и дальше дал ему какая программа? Бог тебе положит, что сказать ему. И вот он каждому, я он креститель, у него может быть заготовка была, а может быть, Бог просто просвещал. И он говорит, что ему делать? Некоторые ссылаются на это и говорят, а вот видишь, воины пришли, а он не сказал, что уходите на гражданку. Так это Ветхий Завет еще, не забывай. В Новом Завете все, которые военному веровали, они все сложили из себя воинские доспехи. Как Корнилий, Лонгин у Христа. Они все пошли на гражданку. Они подали рапорт об увольнении. Жития святых говорит. Сегодня скрывает это все. А это в житиях написано. Считай, сейчас увидим. Двенадцатый стих. Лопата его в руке его, и он очистит гумна свою, соберет пшеницу свою, жительницу, а солому сожжет огнем, нем гасимым. Толкование. Когда креститесь от Него, когда креститесь от Него, и потом будете грешить, не думайте, что Он простит вас. Нет, Он имеет и лопату. То есть рассмотрение суд. Церковь. Церковь, в которой, хотя много крещенных, подобно как нагумно, собираются с поля все, но из них одни оказываются плевелами, каковы легкомысленные и направляемые к злу духами злобы. Другие пшеницу. Те, которые приносят пользу и другим, питая их учениями делом. Не угасим огонь гиенский. Посему обманывался оригин, когда говорил, что мукам будет конец. Комментарий Игнатий Тихонович. Принятие в церковь через механическое крещение обмерщило и сделало неотличимой от мира невесту Христову церковь. С какой легкостью церковь пошла на это обмерщение ради земных льгот и выгод, когда патриарши и монарши престолы соединились вместе. А теперь не просто трудно, а почти невозможно вернуть все к первоапостольской чистоте церкви. Сегодня священники не могут отличить не только овец от козлов и чесоточную овцу от здоровой, но допускают одинаково к таинствам и волков, и змей, и овец. В начале было не так. Деяние 5 глава, 13 стих. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Отсюда вывод, как читаем в житии Макария Александрийского за 19 января, что народ Божий, то есть те, кто называются верующими, не только не прославляют внешне, а презирают и ненавидят. То, что сегодня отпевают всех подряд, вызывают презрение за несерьезное отношение к делу спасения даже у демонов. Книга Левит, 10 глава, 10 стих. Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Должно быть прежде чревоношение, то есть соглашение, и только потом рождение, крещение. А так как нет катехизации, то и получаются мертвые выкидыши. И происходит не рождение, а удушение, когда человек и не научен, и не погружен. А согласно Слову Божию, он должен сначала веровать, а потом погрузиться в воду во святом крещении Трижи. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Ну, это я даю комментарии, разъясняю место. Что можно против комментарий сказать? Вот один пишет в священнике, я, говорит, читаю, все знаю, я ищу только комментарии. Я даю 297 комментарии, большие и маленькие. А другой епископ мне пишет, я читаю, я ваши комментарии, я просто перелистываю дальше, чтобы не считать. То есть на всех невозможно угодить. И угождать даже не надо. Вот вчера мне звонят Фатеева Любовь Николаевна. Она в Руссовке, за Маркетановой, Валентина Дмитриевна там ухаживает, больная. Батюшка, знаешь их? Да. И она говорит, вот, слушайте, что тут написано в газете? Ну, там говорится, воскресенье, церковь такая-то, производит крещение с погружением полным в реке Аллеев. Там Аллеев, что это еще, я не знаю. Но перед этим должна быть катехизация. Ничего дальше нет. Люди слова катехизация не знают. И они придут, какая там катехизация-то? Объявились в гор, люди пришли. Ну, два-три еще человека ответят. Да, я все это знаю. Но остальные это ничего не знают. Они пришли на пляж. Пойдем, пойдем. Это все интересно. Вот священник, когда приходит в тюрьму, то говорит, что сегодня могут исповедовать. А комната исповедальная или крещение принять. Скажи ты, вчера же на убийце, мужеложники. То есть люди-наркоманы. Прям ломятся в дверь. А зачем? Выйти, представь, выйти из камеры, по коридору пройтись. Может, что-то увидит кого-то где-то. А этот поповед не нужен, но он является причиной выхода из камеры. Но он-то это должен понимать. Вот священник вышел, пришел, если кто знает, то женские колонии намного страшнее, чем мужские. Там такое безобразие, такая жестокость. Что-то на них по их сделало, они работали. Они лопатами ее просто в лапшу изрубили женщину. Я работал с ними. Работал в лагере Плишкино Иркутской области. Женский лагерь намного страшнее женщины. И вот он пришел, священник, и дает отчет. Крестил 475 женщин в один день. Крестил. А кого не крестил? Которые были на работе. Он бы крестил всех. Уже аборт, там это даже никак не считается. Какое покаяние? Во что крестились? И она перестала материться, курить, заниматься тем, чем занимается. Каблы какие были, такие остались. Это даже не... Говорить не о чем. Вот это катехизация. И добавляет. Кто прошел катехизацию? Какую? Сколько времени? О чем? Ну хорошо. Я решил научиться работать на тракторе. Да еще проще трактор. Это железка. Так учится ФСО. ФСО учится. У тебя сколько Катя училась в институте? Она и сейчас учится. Еще учится? Да. А что учиться? Твоя жена, Галя, это знает, как любой агроном. Она знает, когда посадить, какие они арбузы растут. Галя-то она, ну, огородница же, ты отнимешь от нее. А то учиться надо. Ну, это другой профиль. Я... Она не огородница. Люба, я говорю к тому, что везде надо учиться. И катехизация, это не две минуты. Это посадить не лук, не чеснок. А это Слово Божие посадить. Какое сказать? Почему? Иоанн Креситель говорит, Златоуз говорит, чтобы человека обратить, нужны тысячи талантов. Да как тысячи? А разве столько бывает? Повторять тысячи, ты должен знать, как живет, какая семья, что мешает ему, какая обстановка, болеет, не болеет. То есть знать намного больше, чем те, которые думают пожениться друг от друга. А у нас наоборот. Вот на священника, который будет крестить, и вообще, глухонемой, ничего не знает. А чтобы покрестить, Злато, он говорит, ни одного таланта не надо. Вообще не надо. Достаточно быть рукоположным, и в произнесении военной отцами, и все, человек крещен. Не был запрещен. Так вот на это надо учить, чтобы сказать во имя отцами и сынами. Поготовые бумажки прочитать. Его года три учат, если не больше, в семинарии. А как обратить человека, где тысячи талантов нужны, ни одного дня не знают. Я учился в строительной технике. Я думал, когда же будут преподавать, как с рабочими обращаться. Я же начальник буду, прораб. Я и правда сразу стал прорабом. Но как обращаться, как подходить? Ни одного урока не преподали. Иди, делай, как знаешь. Или они не знают, или показывают, как машины, какие у крана идут, тросы, куда какое колесо поворачиваются. Приклеенные конструкции, такие, как вам зерносклад, камни на обе. Сейчас никто не клеят даже. Это нам преподавали. А как к человеку подойти, с рабочим, как к нежелым от него отойти-то, ни одного занятия не было. Все нормально? Я с человеком сейчас на семинаре, я с ним разговариваю. Скажите, как вы можете людям преподать любовь к Библии? А у нас такого предмета нет. Он должен знанием ответить. Но Авраам был. А кто же на Авраама? А кого он послал? Вот и не знает, кого он послал. А кого он послал? Кого послал? А это означает, надо учить. А сколько назначили? Говорит, не меньше двух бесед. Я узнал все-таки. Это указание патриархии. Не меньше двух бесед. А по сколько беседок? Ну, не меньше двадцати минут. Ну, скажи, даже вместе соединить две беседы получится сорок минут. Ну, что ты можешь сказать человеку, пришедшему из мира о небе и о вечности? Даже, чтобы человек поменял гражданство, ему надо сказать, какая страна, какие правила, какие пенсии. Это сколько надо знать? Какие препятствия? А чтобы на небо зайти, ничего не надо знать. Ну, неправильно же это. И вот она просчитала Люба. Я говорю, Люба, мы все это знаем. Никакой катехизации нету. И крещение будет как в Ульяновске. Стоит на берегу, крестит детей. Дети перед ним. И вот так вот, а чаша большая. Он ребенка поставил, он стоит. Стоит и по коленочке в чашу-то и ладошкой крестит. А сзади вот, а сзади взрослый. Взрослый. Оп, течет. И тут нашли так, по воде берег, священник стоит, ну, по колено. И люди приходят и стоят, ну, по колено, куда? Он вот так головой его согнул, он лбом, только до воды достает и все. Да больше алкачинства сатана не придумает. Оп, еще, это выставлено в интернет, как похвальное. Массовое крещение, и приток повторное уже. Ну, а дальше написано, мы мера помазали, не успели, но они ушли опять гулять. Тогда уж вы придите, что мы еще помажем вас. У него кисточка есть, бутылек есть, он помажет. Тогда все, уже Дух Святой сошел, теперь вы уже будете блудить не сами, а за вас Бог отвечает. Какая же это, какая-то вера. И при том, они сейчас взялись, полное побужение, полного, а полного никакого нету. Они эти слова-то берут, а ничего нету. Обучения никакого нет. Это Бог делает так, чтобы у нас один тут был, Андрусенко Александров, где-то Димитровград, что ли, там тоже, близ Ульяновской. Ульяновская область. Правильно, неправильно говорю, где-то место там. Оттуда, да? Ульяновская область. Ульяновская область. Ульяновская? Ну вот. И он искал, там нашел священника, который согласился полное побужение. Он говорит, я нашел, уже живой, он был здесь, и уже я не поеду. А священник говорит, сначала деньги отдал, он говорит, вот меня опять оттуда. Говорит, а что делать? Я говорю, как оттуда волка, убеди от него. А он, в достатке-то человек, он ему помог, потом он говорит, нельзя за деньги, а мне крестить, тебе какая выгода, да зачем ты нужен? И он сюда приехал, в Батеряевку. Здесь принял крещение с женой. Жена Светлана, Фатинья, это означает. Конкретно. Да заодно это, до его как человека, пораженного симонией, надо сразу же извергать из Сана. А его кто будет извергать-то? Когда сам епископ может за чемодан денег поставленный. Катехизация предварительная. А у вас как? Я говорю, я в университете занимался, у нас 450-500 часов. Разница есть? Это 450 и 500. Полностью проходим Новый Завет, противосектантская, и песня-песня, и ответ на все вопросы. И то еще из кого допустят, да из крещеных, которые допустят, почти половина еще уйдет. Это небо. Да. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. И Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надо накреститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Толкование. Креститься чистый, дабы нас омыть и показать нам, что, приступая к крещению, он будет очиститься, дабы впоследствии не осквернить крещение, падая в грех по худому навыку. Возбраняет же ему Иоанн для того, чтобы зрители не понимали, что Иоанн, подобно многим другим, крещается в покаянии. Притечий имел нужду очиститься от Господа, ибо Иоанн, происходя от Адама, заимствовал от Него скверну, порожденную прислушанием, а воплотившийся Христос очистил все. Если вопросы есть, вы задавайте, тут все понятно. 15 стих. Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его толкование. Теперь говорит, уступи, будет время моей славы, но теперь я не обнаруживаюсь. Правду называет закон. Человеческая природа, говорит, подверглась проклятию, потому, что не могла исполнить закона. Посему я исполнил все предписания закона. Остается одно, то есть креститься. Совершив это, я освобожил человеческое естество от клятвы. Это мой долг. Иисус крещается, будучи 30 лет, так как до этого возраста человек совершает все грехи. В первом возрасте преобладает мне разумие, во втором, то есть юношеском, сильный пыл, похоти и гнева. А в 30 лет, когда человек делается совершенным мужем, любостичным. Таким образом, Иисус выждал этот возраст, дабы во всех возрастах исполнить закон и очистить нашу природу и подать нам силы побеждать страсти. Семенский собор 14-15 правила и говорит, чтобы не раньше 30 лет руку полагали хищенники. Не раньше был такой стоглавый собор, на котором был председателем 15-летний будущий Иван Грозный Иоанн Васильевич. Стоглавый. Его неконатверт. А староблятцы его чтут. И в этом стоглавом соборе две главы говорится, чтобы не раньше 30 лет. Не раньше 30 лет. И староблятцы почти все ставят 30 лет. А уж про неконят против и говорить нечего. Все нарушают. Все. Зачем? Ну почему мирская власть не нарушает? Вот избирают президента США. У них написано президентом США может быть любой гражданин США, достигший 35-летнего возраста, который живет не менее 10 лет в Америке. Вот гражданин Америки, но может жил за границей. Непрерывно, чтобы жил 10 лет. И поэтому ни одного не избрали еще, чтобы раньше избрали. Допустим, самый молодой был из них Джон Киздеран Кеннеди. 33 года было. Это самый молодой. И везде карикатуры рисовали. Папа спрашивает его, а кем ты будешь, когда вырастешь? Вроде он президент еще не вырос. А нарушили хоть раз? Ни разу никогда. 30-летние Рамзана Кадырова хотели на два года раньше. Все сказали, ну стоит сейчас через Думу провести, а это можно сделать. Он говорит, зачем? Не надо. И в это время учатся в университете, там премьер-министром, исполненность 31 год, и он согласился тогда быть президентом. И все. Президент может быть дважды избран подряд, дважды, только на четыре года. Путина не хотели отпускать, но он взял прокладку из Медведева. Как уж они договорились, что его избрали президентом. И он такой тихий, нигде не вылазил, да какой это президент? Ну какой был? Ну прожили это. А за это время Путин продвинул другое. То есть теперь избирать не на четыре, что года, а на шесть. А на шесть два раза. То есть Путин на 12 лет уже обеспечено. И он не пошел на нарушение закона. Я просто говорю о мирском. Почему здесь сплошь нарушают? И не нарушил нигде. И вот в похвалу. А для сравнения с божественным. Разве этот закон ниже? А у нас получается патриарх Кирилл стал епископом до 30 лет. Это очень редкий случай. А высший епископ обставит 30-летие. Тут они уже никак выдерживают. Старихи-то за свое место держатся. Нету. А его до 30 лет я не знаю еще кто есть или нет такой. Никодим Ротов еще был. А? Никодим Ротов был тоже. Ну может быть. Но это раз его не знал он все на отлично учился. Он золотой медаль все заканчивает. Зачем он пошел на сласть как Булат Акуджао говорил навластвоваться в сласть ты Господи дай но про меня не забудь. Вот так и получается. Или не надо напоминать об этом законе. Я рассказал что такой закон Вселенского Собора есть то он просто есть или конкретный пример я показываю нарушение было так что раньше было до принятия закона это было официально. арфиникамедийские другие там были такие чтобы епископ поставили даже 20-летнего даже был случай где-то 16-летнего до принятия закона закона не было ничто не препятствовало ну допустим зачем мы поставили по деревьям ехать 5 километров знак знака не было можно ездить мы поставили знак теперь нарушение теперь едет который его можно останавливать если наш знак зарушает в ГАИ будет зафиксироваться а вы камеру поставьте и справа ну вот ездили наши ездили приехали и как Валерий сидел за рулем и сплошную линию нарушили отнятие прав или 25 тысяч рублей штраф-то какой кусается и что было показали сопроводительный документ вами и батюшкой подписаны кто мы такие махнул махнули рукой лучше не связываться так я вот что хотел сказать еще у нас немножко время есть вот Александр Сергеевич Марьясов дома уже и что-то приболел дома помолитесь о него ну вот температура разная мало ли что было а сегодня Сергей Павлович Кубков среди нас второй может что-то расскажешь немного что тебе показалось интересным в вашей поездке поделись погромче только сейчас мне запомнилось последний наш день это был город Омск мы приехали в библиотеку и библиотекарь сказали что будет только после обеда от которого все решается примет он или не примет заведующий дальше ехать или остаться давайте в епархию заедем сначала если там книги наши благословят то тогда поедем в библиотеку уже после этого приезжаем в епархию в Омску я звоню звонок такой открыли открыли отправляют парень например Никита возрастом молодой бритый добрый день добрый день я говорю мы книги развозим в дар православный в храме и в библиотеке заходите от Лапкина я говорю да заходите я думаю что что-то попал братец нет что-то я один наверное засада какая-то голоручка молюсь захожу сейчас говорит я тебе к батюшке сейчас говорит батюшке тебя провожу поднялись вот кстати мне показывают батюшка он заведует миссионерским отделом вот а пока мы поднимались я говорю откуда вы Лапкина-то знаете я его знаю в интернете я недавно залез и смотрел его ролики ну честно говоря мне что-то не нравится говорит он я говорю а что чем мне нравится да он что-то против монашества против священников против мощи против мощей это вообще никуда не годится я такой ну все не возьмут наши книги думаю он мне к батюшке значит представил говорит с Алтая привезли в дар книги Лапкина батюшка ну а я говорю благословите говорю нам в вашем городе распространить потому что библиотекари боятся всякие прокурорские проверки книги-то где сейчас приносим книги коробку распаковывает он берет открытым оком а перед этим он спрашивает смотрит 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 и что-то раз такой так а где 14 тонн я сразу раз 14 достаю значит 14 смотрит внимательно так изучает а этот молодой парнишка подходит такой но я я знаю он против мощей и против священников и против и против монахов все испортил преддверник или как его там назвать а батюшка он смотрит книги в этот момент у него такая пауза я решил сгладить подошел между батюшкой и и встал и начинаю молодому человеку на ушко шептать ну чтобы и батюшка тоже слышал в этот момент я говорю во-первых говорю он не против мощей он за то чтобы мощи были по преданной земле с почестями со всем что этим полагается подракт и в шахт он не против священников он против таких священников которые не учат народ не хотят этого дела он не против монашества он за монашество чтобы они шли и учили народ когда в монастыре облекутся силою свыше как влияние просто написано ну и батюшка еще минут десять он штудировал вот эти вот открытым оком все закрыл я думаю ну все сейчас спустят с лестницы или что-то надо дальше мне нравится живое божье слово я благословляю выдохнули мы с Валерой радостно и все мы ему сразу документ все он печать поставил и мы уже с этой бумагой уже можем смело в любую библиотеку заходить у нас список благословил а до этого в Орле мы потеряли полдня приехали сначала в городскую библиотеку и нас послали в епархию приехали в епархию там они нас мурыжили минут тридцать взять не взять там две женщины но они ничего не понимают им нравится и по душе одна у одной родственницы на Алтае она там вся книги смотрит фотографии вот это все она готова взять берете берем нам пожалуйста распишитесь что не почитали ой нет нет а на бумаге мы обязуемся сохранить и чтобы имя свободно могли пользоваться читающие что тут так вот библиотека подразумевается библия хранилища что там любой взял нет этого печать без батюшки мы печать не дадим ну звоните батюшке название батюшке батюшка в Москве мы взять не можем ну книги хорошие возьмите ладно уж без печати распишитесь только что что вы они такая пауза все вот нет потом дозвонились кое-как дозвонились царющик и так без благословения батюшки ничего печать не ставь так возьми но печать не ставь и такая я думаю ну как же охота чтобы и книги работали и документы нужно найти документы просил не это самое я говорю давайте так я сейчас поеду в храм какой-нибудь если сам батюшка посмотрит ну раз ваш владыка в москве а батюшка он же вашинский не то что там наш сибирский алтайский это вашинский посмотрит если он добрый то вы в епархии оставите и уже распространите дальше вот он и порешил я проезжаю в храм батюшка посмотрел нормально берем печатник шутлю я обратно в епархию я обратно в епархию вот у нас батюшка это принял поставьте нам печать которая подтверждает туча подтверждает чтобы у нас в городской библиотеки не принесли вашу и не перебить епископата та такая ну как ну выше кейт уже были я уже секретарю позвонила тот сказал печать не ставит что у меня это мурыжики я говорю ну а у них там как раз обед те женщины с которыми я договаривался ушли появилась другая вот и я думаю ну что же мы поехали в библиотеку в библиотеку это в Орле поехали в библиотеку у нас же есть документы что батюшка нашей книги прыгнул с крестом а епархиальной нету я как раз в библиотеку в Орловскую приезжаю а той женщины которая говорит давайте ей печать епископата ее нету а другая а я ей раз эту бумагу которая священник кто-то в Орловский священник принял и вы это принимаете она тогда приняла и какая разница она же не понимает та или та печать все мы там оставили я паспортные данные остался что я им подарил они ему так дарение сделали так как мы сделали в Орле а в Орловске там уже сам начальник миссионерского отдела благословил уже печать а мы когда уже в Орловскую библиотеку проехали а та даже не стало никакой печати спрашивали мне надо 20 комплектов у нас всего там уже 10 осталось то есть у меня 20 библиотек я могу 20 комплектов заряжать а у нас было самое максимум мы 2 комплекта в одном месте оставляли вот и вот в Орловске мы последние 10 комплектов раскрутились все-все-все она у нас забрала вот и поехали домой ну что еще там было такого необычного кормили нас в одном монастыре нас накормили батюшка предлагали всегда чаю как-то что-то но хотели как-то отблагодарить вот это мне показалось необычным потому что у православных принято не в дар ничего давить не благословить как-то вот так так все у нас благословено батюшка нам дал наказ говорит с нас идите демочи друг друга команда оказалась трудная вот так на это хочу дать резюме вот то чтобы батюшка посмотрел сказал дал разрешение библиотеку принять никогда нигде на это не шел это утверждение беззакония священник никакого отношения к мирской библиотеке не имеет это они влезли туда по наглости по тупости своей по злобе он вообще никакого отношения не имеет совершенно никакого это другое государство церковь отделена от государства отделена законом и ему не решать что людям считать что не считать и у нас неоднократно такое было я ни разу на это не пошел никогда в одном большом городе я не знаю даже теперь где-то там на востоке было 500 городов они сидят целый коллектив и говорят а вот женщина она там разберется выше я книги разложил а она что-то говорит я не пойму я потом отец Борис он должен подождите я не понял так вы их работнице или нет да нет это у нас договор с епархией мы книги должны смотреть да что ты мне голову морочишь я думал ты их на работнице сейчас посмотришь их работнице я зашел обратно а зачем эта женщина у вас а на какое отношение да нам ее прислали и мы ничего нету да книги берете нет да конечно и тут же директор сразу расписала с печати все а это затихло и все им нужно дать такой отпор чтобы они до венников помнили до следующей весны он никакого отношения не имеет они просто по чрезмерной своей наглости злобе залезли туда и везде носует вооруженные силы и заключенным заключенным пришел ты проповедовать ты ничего не можешь там диктовать ты должен по дуниточке ходить я склоняюсь с ним разговариваю он мне письмо сует я отстранился и говорю вот охранник ему руки передайте а он передаст начальнику полетать делаю и те мне письмо дадут я тогда просчитаю я ни одного письма не взял а священнику сунули он с властями нигде и никак вот они шли там обращались где-то если они обращаются да или нет и сразу сорваемся с места зона закрытая в обществе у нас самый неприятный случай был и чтобы поехали туда это даже удивительно губернатор очень близко как вот в Левофане показано с епископом там Владимир кажется если я не ошибаюсь батюшка там Феодосий был да он на покое на покое на пенсии пошел говорит на хихтихе говорит все выдано говорит епископ даже в отмещателе все пооторвал епископ передавай другому епископу это как бы ни Феодосия в батюшке не было бы православной зорвежей церкви какое там вытворяли они написали Ладожскому Снычеву что делается право первой брачной ночи установили перед рукоположением епископу там послушаешь голова кругом пойдет я бы пошел к нему да зачем он мне нужен у меня есть фотографии мы там находимся и священник вот туда-сюда туда-сюда взять нельзя ну вы идите я архиерею то скажите мы зайдем благословимся девчонка какая-то прибежала с архиерейских покоей там с нами села и заглядывала я бы вы архиерею сказали что мы здесь да нам нужно зайти благословиться поклониться и предложить книги самые больше полторы минуты не принял архиерея слыша а нас они трепетали пятый угол искали это чего-то стоит вот и все но центральная библиотека приняла приняла узнали узнали губернатора надавили мы едем они звонят прийти заберите книги она шепчет мы не можем еще мы бюджетники нас всех уволят как маленько переменится обстановка мы вам позвоним тогда вернут книги это безумие в стране эта церковь везде свои лапы засовывает и обрубят по самой греца лепесь это никогда никогда не просит народ этого еще раз повторяю об этом прямо говорит Невзоров один из самых лютых ненавистников церкви я не хочу чтобы попов не с головой с колокольной спускали они к этому тянут насколько все это противно какие спектакли ставят где-то все они там бунтуют что-то вырываются им таких наставят фонарей что они среди бела дня во тьме будут ходить вот тут еще маленький комментарий в библиотеках сейчас называется отдел православной литературы и библиотекари они же не православные они не понимают какая литература православная какая нет но такие отделы у них есть и поэтому они на помощь сами видимо призывают консультантов кого призывают понятно православного священника православный священник говорит давайте я сам там привезу или они им там привозят они у священников покупают может там какие-то откаты я не знаю но мне кажется что если существует отдел православной литературы то там должна быть литература именно православная а не баптистская не яговистская потому что они работники библиотеки они не могут по силу своей некомпетенции отличить яговистскую литературу от православной и они всегда спрашивают а это православная литература А как мы узнаем? Ну а как? Я говорю, я говорю, он православный. Так что они по словам православные меры? Понятно. Тихон Басичников туда входит? Нет. Акапангел Башковский входит? Нет. Валентин Лусанцев входит? Нет. Они православие понимают только московской патриархии. А остальное, 15 автокипальных, это не православие. То есть безумие нет границ никаких. И вот в одной библиотеке мне дали вот такой список. Патриарх Кирилл считает следующих авторов. Лже-православными и не рекомендуют их книги принимать в библиотеке. И они такой список дали, если надо, я вам потом передам, посмотрите. Ну автор, но вас там нет, слава Богу. Мы это можем в любой день занести. Сегодня нет, завтра есть. Есенин был запрещен в России. Достоевский запрещен. Но он еще говорит, конечно, я говорю там другой. Булгаков запрещен был. Это вообще. А теперь все открыто. Я говорю, что мне сейчас только сообщили из Почаева. Кто с Почаевым связан? Он был в поездке дальней в Африке. Тарасий. Что мной занимались книгами в Почаево. Там профессора кто-то набрали. Ну по книгам-то. Но уже прошел год, наверное. И все заглохло. И еще не генет опять. Уже который раз собирается. Сенсорские отделы. Отца Яна Суворова вызвали. По книгам Лапкина. Да мы тебя там вплоть до сана перешить могут где-то. Он говорит. Вы покажите, что написано не так. Ну зачем тебе? Ну сказали, что не надо. И все. То есть это такое поколение. У него ни своего мнения. Ничего нет. К попам уважения никакого ни у кого не может быть. У него нет своего слова. А вот сказали, а то его будут кусать. Сказали взять, он уже пригладил берет. А вот печать поставьте, он не считал. Он считать не будет. Но сказали теперь 20 экземпляров дать. И вам здесь говорили? Где 20 экземпляров? В Новомске. В Новомске. Печать поставили, дайте 20 экземпляров в другие библиотеки. Да она уже и печать не спрашивала. Просто как-то молились. Я пошел, молились. Мы-то думали, что будет так же, как в Орле. Получилось совсем не наоборот. Можно было бы и не ездить. Она расположена. И это достаточно. Она заведующая. Ну все. Нас дай бог. До свидания. Песня. 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 Господи, слава тебе за великие милости и твое долготерпение. Пошли, благо жителей вселения сие, знающих уставы Твои. Расшир пределы наших общих. И посея, надо дас обильные плоды. Умягчи сердца архиереев, начальствующих правителей. И дам им всем духовное рождение свыше и водительство Духом Святым. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, мы идем сейчас на сады, на молитву. Кто хочет с нами? Бесплатно. Господи, что я буду. Ты не мотивируешь. Бесплатно. Нас заведе. Най, я, господи, поздно. А что он должен поскорить? Не путь.